Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас суббота, 13 июля 2024 года. Новость будет касаться пенсии. Только кого она будет касаться, послушайте внимательно, пожалуйста, и до самого конца. Все поймете. Нюансы с советским стажем. Как латвийским пенсионерам оплатят работу за пределами Латвии? Грядут изменения для ряда сеньоров, которые собираются претендовать на латвийскую пенсию, не имея 20 лет страхового стажа на территории Латвии. Речь идет о законопроекте по внесению изменений в закон о государственных пенсиях. Министерство благосостояния Минблаг намерено определить с 1 января 2025 года периоды, эквивалентные страховому стажу и накопленные до 31 декабря 1990 года. Послушайте, пожалуйста. Планируется, что норма вступит в силу с 1 января 2025 года, когда минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости, составит уже 20 лет. Как это происходит сейчас? Государственные пенсии Латвии назначаются и выплачиваются также за трудовой стаж до 31 декабря 1990 года. То есть, советский стаж учитывается. Повторяю, советский стаж учитывается. Однако, по оценке Министерства благосостояния, необходимо уточнить правовые нормы, определяющие необходимый стаж страхования не менее 20 лет. Ведь он применяется также к периодам работы и их эквивалентам, накопленным в бывших республиках Союза Советских Социалистических Республик СССР, с которыми не заключены международные соглашения и на территориях которых не действует постановление Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о координации систем социального обеспечения. Министерство указывает, это большая дополнительная нагрузка. Ведь необходимо обеспечить выплату пенсии за работу в других республиках Советского Союза, коротко, да, Союз Советских Социалистических Республик. И не только для граждан Латвии и лиц с двойным гражданством, проживающим в любой точке мира и претендующих на латвийскую пенсию, но и для всех остальных претендентов на государственную пенсию в Латвии. А речь идет об иностранцах, лицах безгражданства и негражданах Латвии. Если страховой стаж такового лица в Латвии после первого января 1996 года составляет, после, повторяю, 1996 года, составляет не менее 20 лет, тогда, к примеру, периоды обучения, накопленные на территории бывшего Советского Союза, приравниваются к страховому стажу. Друзья, я постарался помедленнее. Надеюсь, вам эта информация была понятна, эта информация была полезна, и вы прослушали ее сначала до конца внимательно, потому что это будет очень многих касаться. Кто будет вот-вот уже выходить на пенсию? А вот-вот это уже, пожалуйста, речь идет про 2025 год, с 1 января, да, друзья, с 1 января, повторяю, все жители Латвии, как женщины, так и мужчины, начнут выходить и будут выходить ровно с 65 лет. Повторяю, как женщины, так и мужчины. Все одинаково, все. Ну и далее вы прослушали все, что положено и кому. Поставьте лайк под видео, поддержку нашего канала. Большая просьба. Зрители, зрители, я сейчас обращаюсь к зрителям. Большая просьба. Подпишитесь. Ну, конечно, никого не принуждаю, друзья. Подпишитесь на наш канал. Ничего больше не просим. Подписаться, поставить лайк, поделиться в социальных сетях, просто так с друзьями поделить. Ведь кому-то же эта информация будет очень полезна. Люди просто переживают. Находятся в неизвестности. Что, как, чему. Другие вообще плюнули, бросили, все, ничего не будет, все пропало. Ну, как это, ничего не будет. Все будет. Ну, естественно, кто работал. Официально. Подчеркиваю, официально. Неофициально, конечно же, не будет. Естественно, не будет. Ну, возможно, что-то там, возле какой-то там минималочки, что-то там. Но это, друзья, это очень тяжелый вопрос. Это как-нибудь надо поговорить отдельно. Кто вообще, у кого вообще ноль, стажа. А таковые и есть у нас. Я немножечко сейчас... Я все, новость закончил, друзья, да. Новость коротенькая, но понятная. Очень даже доступная и понятная. Я старался медленнее повторять. Еще раз подчеркну, что у нас очень много встречается, которые говорят, мы не собираемся работать официально и платить налоги государству. Ну, позвольте. Вы не платите налоги, а потом вы будете требовать. Ну, не дай бог, я всегда здоровья желаю всем здоровья и долгих лет жизни. Долголетия. И чтобы обходили стороной эти аптеки. Но, к величайшему сожалению, человек имеет свойство просто-напросто стареть. И доживать до такого возраста. До какого возраста? Речь идет про пенсионного возраста. Да. Знаю прекрасно таких людей. Знаю. И таких очень много. Я никого не принуждаю. Я никого, как говорится, не наставляю. Это, естественно, ваше право. Ваше дело работать неофициально. Это ваше право. Но вы ничего потом не получите от государства. Вам государство пенсию не будет платить. И вы будете потом требовать что-то. Не повторяю. Это ваше дело. Я просто напоминаю. Таких случаев было много. Писали в комментариях. Почему у нас мало? Почему так мало? А вы ходили, проверяли? Другие говорят. А мы думали, что мы работаем официально. А мы думали, нам сказали, мы работаем официально. Кто вам сказал? А случайно вы сами это не выдумали? Может, вы это выдумали сами? Были мы в этой организации, называется ВСА, где назначают пенсии, где назначают больничные, где надо оформлять, оплачивать и так далее. Тогда инвалидности тоже. Когда присваивают на комиссии инвалидность, ты все равно в эту организацию идешь. Этой организации никак не миновать. Никак не миновать. Именно там все через эту организацию. Видели, как люди в подавленном состоянии, можно сказать, в придоморочном состоянии, когда узнают, какая у них пенсия. А у вас стажа, говорит, нет. У вас не хватает столько-то, столько-то лет. Это сейчас, в данное время, 15 лет. Я по свежим следам, друзья, по свежим. Вот буквально недавно, наверное, полгода назад или даже, ну, пускай даже в прошлом году. Время летит мгновенно. Мы ходили с женой, ей нужно было, да. Потому что она уже подходит к пенсии. Решили сходить. Ужать, значит, сколько ей будет, чего ей будет, когда ей будет, когда приходить, когда оформлять. И ни раньше, ни позже. Понимаете? И там сидели, конечно же, друзья. Но мы зашли вместе с нею. И так как и я тоже там по своим вопросам рядышком. Я, она. И тут все кабиночки были заполнены людьми. Ну, это же мы все видим. Я закончил и присел здесь на кресло. Пожалуйста, можно. Ну, я как инвалид, тем более. У меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ну, да. Во мне не скажешь, конечно же. Ну, и на эту тему я не хочу дальше продолжать. Потому что я имею в виду про свои болячки, господи. Держу просто себя в руках. Да. И наслышан. Сидит дядечка такой. Да. Дядечка такой. И голову опустил. И, ну, женщина, работница. Вот ему объясняет. Все. Да. Вот у вас такого-то, по такого-то. Все периоды ему назвала. И у вас не набирается. У вас нету официального стажа. Страхового. Нету. Столько, сколько нужно. И назвала сумму. Вы знаете, я даже могу даже сказать. Вот я плюс-минус не помню. Сколько. Да-да-да-да. Пенсии. Идет речь про пенсии. Ему вот выходить вот-вот на пенсию. И он пришел уже оформлять. Ну, плюс-минус. Либо узнавать. Вот у вас будет. Вы такого-то числа будете выходить. Приходить оформлять. Но у вас пенсия будет такая. Сто. Не то сто семьдесят восемь. Не то сто восемьдесят семь, друзья. Пенсия. Пенсия. Я, говорит, работал все время. По-моему, где-то с сельской местности. Он где-то там, оттуда, мне кажется. И рядом женщина сидела тоже. Но тоже предпенсионного возраста. Где-то ей на пенсии несколько лет осталось. Тоже уже сказали, сколько пенсия будет. Ну, то чуть-чуть побольше. Я все время работал. Все время работала. Пенсия где-то примерно около 300 евро ей назначили. Ну, так. Это то, что я слышал, друзья. Вот двоих. Которые ближе сидели. Один слева. Здесь Наталья сидела. Вот здесь другая женщина. Вот такие пенсии, друзья. Но им объясняли. Объясняли. Какой у вас стаж? Где вы работали? С какого по какой период? Были ли вам оплаты? Вот эти вот выплаты страховые? Да, да, да. Платили ли вы? Или за вас кто-то платил ли? Не платили, оказывается. Вот, друзья. Как есть так все и говорю, друзья. А что? Что тут такого? Вы будете знать. Хоть вы будете знать. Мы уже... Я это уже прошел, друзья. Все. Прошел. Стараюсь, друзья. Стараюсь. Но помочь всем остальным, всем другим. Я давно, вы заметили. Особенно кто давно подписан на наш канал. Подписчиков. Отдельный привет. Большущий привет от всего сердца. Ну, конечно же. Все зависит от вас. От вашего стажа. Страхового стажа. Официального, подчеркиваю. А то, что вы где-то работали, потом били себя в грудь. Там, в этих организациях. В этой организации. Ну, и организации будут не... Да. Но это не доказывает и не говорит о том, что вы за это будете получать, потому что вы за вас не платили ничего. Уже который раз говорю. Много женщин мне писали. Сергей, это все ерунда. Они неправильно. Они обманывают. Как они... Ну, как они могут обмануть, друзья? Ну, каким образом? Вы же все... Какие вы бумаги принесли? Документы, хоть и везде компьютеры. Какие бумаги вы принесли, подтверждающие ваш стаж, где вы работали? По таким бумагам. Трудовая книжка. Дипломы ваши. Аттестаты ваши. Где вы учились? Что вы какие заведения заканчивали? По профессии там или еще где-то? Ну, без разницы, друзья. Служба в армии, на флоте. Это все. Как женщин, так мужчин. Без разницы. Сколько вы стопок принесли? Бумаг. Бумаг принесли. Не то, что в компьютере. В компьютере это все ерунда. Не слушайте никого. Я уже очередной раз повторяю. Несите все свои... Даже если у вас несколько трудовых книжек. Почему? А бывает такое. А вот бывает такое. Где вы затерялись, потом она нашлась. Все равно вспоминайте, что, чего. Все входит. Все входит и все оплачивается. Но кому положено. А то вы трудовую книжку принесете, да. А в трудовой книжке только одна или две записи. Все. А заканчивается когда? Конец 80-х, начало 90-х. Вы туда смотрели? Не смотрели. Может быть и смотрели. Это, конечно, это ваше право, друзья. Я же никого не заставляю. Я просто хочу помочь вам, чтобы вы больше получали пенсию. Даже на 10-15 евро будете получать больше. Это вы что? На дороге валяются вам эти 15-10 евро, да. Или 20, пускай, 30 евро. Особенно кто не хочет посылать письма, где вы служили. Ну, в советское время, я имею в виду. А в советское время очень много. Тысячи, сотен тысяч прослужило. За весь период, наверное, миллионы. Потому что сколько ушло на тот свет за весь период пребывания в Советском Союзе. Да. Но договор-то с Россией никто не убирал. Никто его еще не аннулировал. И не дай бог аннулируют, друзья. Договор есть. Но с некоторыми республиками, которые отделились, договор не заключен. Смотрите, узнавайте, уточняйте. Вот хочу вам от всей души помочь, конечно же. Может быть, надеюсь, эта информация до кого-то дойдет. И будет полезной. Все, друзья, буду заканчивать. Повторяю, вы слушали нюансы с советским стажем. Как латвийским пенсионерам оплатят работу за пределами Латвии. Тоже отвечаю на комментарии. Вот, пожалуйста, послушайте. Вот если вы работали за пределами Латвии. Спасибо вам большое за поддержку нашего канала. Все равно поставьте лайк под видео. Больше пускай увидят. Поделитесь в социальных сетях просто так с друзьями. Еще больше пускай увидят и узнают эту информацию. Конечно же, друзья. Но это не надо игнорировать. Не надо. Это же ваши деньги. На что вы будете существовать? На что вы будете жить? Или существовать действительно? Или существовать, или будете жить? Да, конечно, пенсиями это сложное. У кого-то столько, у кого-то столько. Хотел уже заканчивать. Но извините, друзья. У всех разные возраста. Вот кто вышел раньше на пенсию лет на 10. В среднем, я говорю, на 10. У тех нормальной пенсии. Потому что индексации сколько уже было? Уже очень много было индексаций. И все зависит от стажа. Но это я опять повторяюсь. И у некоторых и тысячи. И 700, и 800, и тысячи. И даже больше тысячи пенсии есть. У простых рабочих, друзья. Да. Но все зависит от зарплаты. Кем вы работали. И когда вы вышли на пенсию. Потому что уже, повторяю, очень много было добавок. Ну, этих индексаций. Особенно вот была большая, сколько там, 23%, 22%. Вот тогда люди почувствовали. В тот период, когда в среднем по 100 с лишним евро добавили. Друзья, ну, это зависит от пенсии еще раз. Зайдите на канал, пожалуйста. Большая просьба. Зайдите на канал. Там очень много. Ну, конечно, надо поискать. Очень много видео. Там этих видео у меня уже по 4 тысячи. Подходит очень много. Разных, конечно, разных, друзья. Разных. Как новостных, так и просто вот наших прогулки по разным поселкам, городам и так далее. Надо зайти на канал, друзья. У нас очень разносторонний канал. Ну, бывает, что новостей, конечно, побольше. Ну, здоровье-то уже не то, друзья. Уже не... И в жару не хочется никуда ехать. И подождю, куда поедешь и так далее, и так далее, и так далее. Все зависит от здоровья. Вот будет здоровье, как у меня, как у моей жены Натальи. Так мы поедем. Друзья, про пенсию, я надеюсь, вам все понятно. Как мы где будем бывать, там мы, конечно, будем снимать. Если мы не снимаем, значит, что-то не то, друзья. Да? Как-нибудь расскажу, друзья. Я уже как-то говорил. Сейчас пока открываться не будем. Я имею в виду... Речь-то о здоровье. Потом все я расскажу. Может, кому-то это пригодится. Пригодится. Что сейчас происходит? Что сейчас с людьми происходит? Я имею в виду про болезни, друзья. Это ужас. Ужас, друзья. Ужас, друзья. Раньше такого не помню. Даже я почему это немножко хотел затронуть. Посмотрю. Мы думали, что у нас это возраст. Вот наш возраст. Вот я 60-го года. Наташа 61-го года. Плюс-минус там кто-то на 2 года, на 1 год, на 3 года старше, младше. Думаю, только мы такой болезнью заболеваем. Да нет, друзья. И моложе намного. Точно такие же болячки. Точно такие. Намного. Лет по 40, по 30. Даже младше. И симптомы такие же самые. Что происходит. Вот вроде говорю, сейчас про пенсию начал. Ну ничего. Вы основное, вы послушали. Вы знаете, что я просто так. Иногда я... Ну просто хочется с вами поговорить и информацию эту предоставить. И чтобы вы были, как говорится, в курсе всех этих событий. И не переживали, и не боялись. Да, друзья. Что за зараза какая-то ходит или что. Да. Я имею в виду про здоровье уже. Так как уже это про пенсионеров речь идет. Ну пенсионеры. Я желаю всем. Ну конечно всем. Но речь шла про пенсионеров. Всем жителям всего земного шара. Желаю только здоровья и долгих лет жизни. И забыть про эти аптеки. Ну как тут забудешь эти аптеки? Как? Даже врачи не понимают, что с людьми происходит. Но их можно понять, конечно. Какая-то зараза новая начала гулять. Вроде похоже на это. Начинаешь лечить это. А это не это. А это не от этого. Начинают искать в другом месте. А это тоже не это. И Бог знает, что получается, друзья. Все, заканчиваю. Спасибо вам большое. Поставьте лайк. Я попросил уже под видео. Подпишитесь на наш канал. Зрители. Это зрителям я прошу. Желаю всем еще раз здоровья. Счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Не болейте, друзья. Берегите себя, близких, детей. Берегите внуков, всех, друзья. Ну вот как? Вот посмотрите, что творится. Как-нибудь расскажу я вам, друзья. В какой ситуации мы сейчас. Ну, да вообще все мы, друзья. Да, 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 да. Это здоровье. Здоровье касается здоровья. Про это-то все понятно. Это все понятно. Про пенсии. Хотя многим непонятно. Многим непонятно. До сих пор. Сколько я не бился. Сколько я не бьюсь. Даже вот сейчас доказываю. Рассказываю, объясняю. Все равно люди не могут понять. Либо не верят, либо просто не хотят понимать. И не хотят это слышать. Ай, потом. Ай, подойдет время. А, время вот оно подошло. А я не пойду. Как не пойду? А мне все равно ничего не будет. Как это тебе не будет? Иди. Там тебе все объяснят. И все расскажут. Что тебе надо. Если вы потеряли. Есть архивы. Если какие-то документы потеряли. Все через архив можно достать. Все, друзья. До свидания. До следующих видео. Спасибо, друзья. До свидания.